МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша, информационная программа «Республика» с основными событиями дня. Вас познакомят наши корреспонденты и я, Ольга Пырочкина. Смотрите сегодня. Стратегические инициативы, взаимодействие региональных властей предприниматели обсудили на юбилейном съезде организации «Деловая Россия». Кино о глубинке в Чувашии продолжается сельский кинофестиваль. Растущему организму здоровое питание. В столичных детских садах проверили качество поставляемых продуктов. Перспективы развития экономики и взаимодействия власти с бизнесом. Эти темы стали основными на прошедшем в Москве съезде общероссийской организации «Деловая Россия». Его участникам выдалась возможность обратиться к президенту России с предпринимательскими инициативами. Как поддерживают бизнес в регионах и какую оценку эксперты дают Чувашской республике. Подробности в репортаже Дмитрия Ковалева. За 15 лет организации «Деловая Россия» удалось объединить огромное количество предпринимателей по всей стране. А ведь все начиналось с небольшого сообщества. Тогда его основатели поставили цель вывести несырьевой бизнес на первые позиции. Подводя итоги работы, участники юбилейного съезда говорят, сделать это удалось. Здесь участвуют все регионы Российской Федерации. Во-вторых, участвуют достойные, состоятельные предприниматели Российской Федерации, которые смогли заморализоваться, идя на определенные риски, беря на себя огромную ответственность, создавали тысячи и тысячи рабочих мест. И эти рабочие места, они на сегодняшний день отличаются по высокопроизводительности. То есть это высокотехнологичные рабочие места в новых современных инновационных предприятиях. На предпринимательных заседаниях больше уже обсуждаем конкретные задачи, конкретные вопросы решаем. Новые технологии узнаем, новых партнеров по регионам находим и сотрудничаем, и участвуем во всех регионах заседаниях. Для предпринимателей в стране продолжат создавать зеленый коридор. Снижение административной нагрузки, льготные кредиты, упрощение процедур при строительстве производственных площадок. Это задачи на перспективу. Главная задача этого форума – найти инструменты развития бизнеса в регионах. Эксперты отмечают, проблем немало, решить их возможно, только объединив усилия властей и предпринимателей. Впрочем, по прогнозам, деловой климат в стране улучшится в ближайшие годы. Президент России Владимир Путин отмечает, российскому бизнесу необходимо предоставить максимальную свободу. Деловая репутация вновь становится ценным активом отечественных предпринимателей. Вижу в этом возрождение исторических традиций. Конечно, значимый фактор общественного уважения, доверия к бизнесу. Рассчитываю на успешный результат, на успешные результаты в работе созданного по вашему предложению агентства по технологическому развитию, а также на ваше участие в реализации национальной технологической инициативы. Собственные передовые разработки повысят конкурентоспособность наших компаний. Региональные власти и предприниматели должны стать партнерами, говорит президент. На местах необходимо создавать благоприятную деловую среду. Приоритеты и перспективы не можем определить мы. Их должны определить сами бизнесмены. Но, наверное, важные приоритеты, о которых сейчас вся страна говорит, это, конечно, экспорт. Здесь очень важно, чтобы вот этот прямой диалог, который, я знаю, в Чувашии между бизнесом и губернатором есть, между головой, как бы, да, он сохранялся. Мне кажется, очень важно, когда в регионе есть взаимопонимание между региональной властью и бизнесом, региональной властью и обществом, существует определенный кредит доверия. И это все способствует тем инфраструктурным переменам, которые мы видим, в частности, в Чувашии. Регионы, отмечают эксперты, должны быть заинтересованы в приходе инвесторов. Большинство предпринимателей при выборе площадок ориентируются и на рейтинг инвестиционной привлекательности. В нем Чувашская республика поднялась с 9 на 6 место. Рейтинг, например, состояния инвесклеймата, он оценивает, что он оценивает даже не столько состояние инвесклеймата, сколько усилия по улучшению этого состояния. Эти усилия, их предпринимает, их должна предпринимать команда, команда главы субъекта. Поэтому президент Чувашии, господин Игнатьев, это, я считаю, хороший образец руководителя, который понимает, что сильный регион – это сильные предприниматели региона. Я не раз была в Чувашии, я могу сказать абсолютно точно, Чувашия – это очень инвестиционно привлекательный регион, причем во всех сферах. Вот я, например, обсуждала вопросы развития строительства, малоэтажного строительства, развития жилищно-коммунального хозяйства, инновационных проектов, связанных с теплоснабжением, водоснабжением. И я вижу огромный потенциал для привлечения инвестиций и для реализации этих инвестиций на территорию Чувашии. Тиражируются лучшие практики. Никто не мешает тому или иному региону, у которого есть какие-то недоработки в том или ином направлении, будь то регуляторная среда, финансовые инструменты поддержки малого бизнеса, присоединения к сетям и так далее. Мы видим, что в состоянии радикально улучшить это. И Чувашская республика это прекрасно продемонстрировала. И безусловно в этом заслуга и правительства, и главы республики. Проекты бизнесменов Чувашии проходят непростой отбор Федеральной корпорации развития малого и среднего предпринимательства. С представителями заводов республики ее президент провел две рабочие встречи. Мы финансируем проекты в Чувашии, потому что там выполняются все наши требования, а требования наши очень простые. Это понятный рынок, это понятные взаимоотношения с банком, тогда мы с банком делим риск и даем гарантию. Инвестиционная привлекательность региона складывается не только из платежеспособного спроса, она складывается еще из отсутствия административных барьеров, или их размера, этих барьеров, усилий предпринимателей на их преодоление. В этом смысле республика хороша. Хороша. Хороша и то, что выстроена, если хотите, жесткая вертикаль, в данном случае это позитивно. Чувашия повернулась лицом к бизнесу. В этом смысле, конечно, есть большая роль руководителя региона, потому что от руководства зависит очень многое. Конечно, все зависит от климата, от земли, от количества промышленных предприятий. Но инвестор никогда не придет, если он не понимает, что власть заинтересована в его приходе. Точки роста в республике обозначены. В условиях санкций взят курс на реализацию программы импортозамещения. За счет малого и среднего бизнеса республика показывает экономический рост. Очень хорошо растет агробизнес. И, естественно, те отрасли, которые получили хорошие возможности после начала антисанкций, антисанкций, это пищевая промышленность, это агробизнес, это возможности, я бы сказал, большие в машиностроении, в частности, в альтернативном производстве. Диалог предпринимателей и государства продолжится. Устойчивый рост российской экономики, отметил Владимир Путин, во многом зависит от того, насколько станет благоприятной бизнес-среда. Инициативы участников этого съезда лягут в основу ежегодного послания президента к Федеральному собранию страны. Медрик Ковалев и Андрей Шоклев. Республика. Из Москвы. Сегодня глава республики встретился с коллективами двух предприятий. На одном рассказали, как можно оказать услуги на миллиард рублей. На другом, за счет чего можно выйти на международный рынок. Благоустройство уличной дорожной сети столицы, строительство и ремонт дорог всегда было главной задачей Дорокса, вне зависимости от юридического статуса. Когда-то муниципальное предприятие стало акционерным обществом. Глава Чувашии ознакомился с готовностью автоколонны и механизированного парка к осенне-зимнему периоду. Ведь ни для кого не секрет, что качественно подготовленная техника это гарантия чистых дорог зимой. Сегодня почти 800 миллионов рублей имеется контракт на содержание и выполнение других видов работ. В этом году мы с вами пошли к строителям на благоустройство дорог территорий. То есть сегодня мы с вами решаем вопросы благоустройства нового строительства. Дорожники осознают серьезность поставленных задач. Задача вашего в 2017 году превзойти рубеж одного миллиарда рублей в год и войти в клуб, организации, в реестр тех коммерческих организаций, которые на сегодняшний день у нас преодолели этот миллиардный рубеж. Их в этом году, наверное, будет у нас по республике 35 организаций. Вручение наград – это как символ к хорошей работе. Поздравляю, благодарю, я имею свою политическую волю, объявил 2016 год годом человека труда. Поздравляю вас! Сегодня же глава Чуваши ознакомился с производственными мощностями другого предприятия, специализирующегося на выпуске оборудования для пищевой промышленности. По качеству оно не хуже зарубежных образцов. Несмотря на небольшой коллектив, компания успевает выполнить не только местные заказы, но и выходит на международный рынок. Другими словами, переходит от импортозамещения к экспорту. Командный дух есть, команда работает на результат, чтобы продукция продавалась. Я сейчас на улице посмотрел продукции, которые уже подготовлены в Казахстане. Я там посмотрел. Смирь, 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 Смирь. Смирь, Смирь, Смирь. Сейчас к такому заключался Арменией. Вот это уже здорово. Вы не только теперь представлены на уровне Российской Федерации, вы представлены на уровне страны Сенге, вы представляете уже себя, соответственно, на уровне мира. Глава Чуваши Михаил Игнатьев встретился с трудовым коллективом и ответил на вопросы сотрудников. Родион Архипов, Расиль Махаметов, Республика. По магазинам, но не за продуктами, отправили сегодня представителей контрольных ведомств в цель выявить санкционные продукты. Уже больше двух лет, помимо качества, состава и срока, годности, Роспотребнадзора и прочих ведомств, появился еще один повод для проверок. Запрет на ввоз в страну продовольствия, попавшего в так называемый санкционный список. В разные периоды в этот список попадали разные продукты из разных стран. За 9 месяцев этого года в республике выявили и уничтожили больше тонны таких фруктов, овощей и другой растительной продукции. По другим категориям продуктов ситуация спокойнее. Что касается животноводской продукции, с 2014 года у нас выявлений не было. В прошлом году выявили сырные продукты, это сиртаки и парижская буренка, импортного происхождения из запрещенных стран. Но в ходе изучения документов, совместно с таможней мы изучали эти документы, продукция была завезена до включения этих продуктов в список санкционных товаров. Поэтому уничтожение его не происходило. И выявление было в малом количестве. В данном магазине незаконно ввезенных продуктов также не обнаружили. Сегодня в Чебоксарах открыли мемориальную доску на доме, где жил профессор, доктор сельскохозяйственных наук Александр Кузнецов. Многие годы он возглавлял Чувашскую государственную сельскохозяйственную академию. На открытии мемориальной доски на доме по Московскому проспекту собрали соратники профессора, студенты, все, кто помнит Александра Кузнецова. Он начал работать в сельскохозяйственном институте в 1962 году, а с 1978 по 1991 год возглавлял ведущий вуз республики. Много труда вложил Александр Иванович в организацию высшего аграрного образования. Педагогической деятельностью он занимался более полувека. Сумел добиться стабильной деятельности возглавляемого им вуза, сплотить коллектив единомышленников. А еще многие участники церемонии помнят Александра Кузнецова как человека неравнодушного, скромного и интеллигентного. ЦИК Чувашия принимает предложение по кандидатурам для назначения членами Центральной избирательной комиссии с правом решающего голоса. Документы направляются на имя главы Чувашии. Необходимо предоставить биографические сведения, информацию о гражданстве и заявления на назначение членам ЦИК. Документы предоставляются до 8 ноября. И к другим новостям. Качество продуктов питания в детских садах столицы Чувашия под контролем администрации города, но в проверках участвуют и родители. Вертикаль 6 букв. Лучший завтрак. Творог. А я считаю йогурт. Подходит и то, и другое. Что может быть лучше йогурта на завтрак? Разве что блюдца творожка. Что лучше есть на завтрак, на обед и ужин? И как вообще правильно питаться? Ведь ты – это то, что ты ешь. Цвет кожи, зубов, рост и вес – все это зависит от того, что лежит в твоей тарелке. Формировать свой рацион и вырабатывать привычку питаться правильно, а значит полезно, нужно с детства. Поэтому в столичном детском саду номер 116 к вопросам питания подходят ответственно. В нашем детском саду качественные продукты. За качественным продуктом мы очень следим. Разработано 10-дневное меню, по которому мы работаем ежедневно. У нас каждый день рацион порции, и у нас получается все разное. Завтрак, второй завтрак, обед и полдник. В детском саду воспитанники питаются 4 раза в день. Самое любимое блюдо у юных горожан – котлеты, жаркое и свекольный салат. У нас сегодня 8-й день по меню идет. У нас салат, свекольный салат, суп овощной на курином бульоне. И жаркое, и на курином бульоне филе, и лимонный напиток. Понимаем, очень хорошее мясо поступает. Филе сегодня куриное пришло, очень рыба, очень хорошие продукты поставляют. Чтобы на столах у детей было только свежее мясо, имеющее сертификат, маркировку и ветеринарно-сопроводительные документы, в проверках принимают участие представители станции по борьбе с болезнями животных. В школьные и дошкольные учреждения у нас поставляются продукции в охлажденном виде. Это мясо говядины и мясо птицы, филе куриное. Они поставляются в неделю два раза. Потому что у них сроки хранения от 5 до 12 дней. Чтобы эти сроки хранения соблюдались, они у нас поставляются в неделю два раза. Полноценное горячее питание для детей без увеличения платы для их родителей – такова задача администрации столицы Чувашии. Сейчас родительский ежемесячный взнос в детский сад равен 2000 рублей. Посмотреть, как дети питаются и главное, что они едят. И даже продегустировать готовые блюда могут сами родители на совместных проверках с администрацией. Татьяна Огурцова вот уже второй раз участвует в родительском контроле. Моим деткам очень нравится кушать в детском саду. Особенно младший сын. Вот мы утром приходим в детский сад и он говорит, каши много мне наложить. Мы даже просим младшего воспитателя наложить двойную порцию каши. Он у нас все съедает с большой радостью. Мне даже кажется иногда, что у меня дети с радостью кушают в детском саду. Потому что тут настолько разнообразно все. Свои пожелания и предложения родители могут отправить в управление образования столицы. Специалисты обещают, что ни одно из них не останется нерассмотренным. Юлия Важенина, Андрей Спиридонов, Республика. Собрание депутатов Ядринского района приняло досрочную отставку главы администрации муниципалитета по собственному желанию. Исполнение обязанности возложили на руководителя отдела сельского хозяйства Владимира Семенова. Создана конкурсная комиссия, которая будет рассматривать кандидатуры на доллар на сети менеджера муниципалитета. И к другим новостям. В Чувашии продолжается второй сельский кинофестиваль, организованный Государственным архивом электронной и кинодокументации Республики. В год российского кино и к архиву и кинофестивалю прикована особый интерес. Зрительская аудитория, наша съемочная группа убедилась в этом, побывав на кинопоказе в Чубаксарском районе. Советская затем российская киношкола была и остается одной из лучших в мире. Возможно, наши картины не такие дорогие, как в Голливуде. И не такие яркие, как в Болливуде. Но они очень жизненные и глубокие. Про любовь пополам с производственным планом. Про сложные отношения отцов и детей. Про верность и предательство. Про честь и бесславие. В российском кино, как в зеркале, отражаются все человеческие эмоции и переживания. Госархив электронной и кинодокументации Чувашии особенно тщательно отбирает фестивальные ленты. К счастью, выбирать есть из чего. Мы хотим показать наши лучшие фильмы. Лучшие в каком смысле? Это национальные фильмы. Сейчас у нас национальные киностудии работают. Вот частные. Много снимают хорошие фильмы. Но иногда они только, как сказать, такого широкого просмотра не получают. Поэтому наша задача побольше, вот, с выезда на место, на больших экранах, показать такие интересные наши отечественные и фильмы Чувашского, такого содержания национального. Валиковы и Ишлеях уже показали роман «Совлюбленных». Новые фильмы «Единичка» и «Харло». Последний, напомним, снят новочеваксарским режиссером Маратом Никитиным. Сегодня в Чуваксарском районе зрители познакомились с лентами «Цель вижу» и «Тот еще Карлсон». Детское кино – обязательная часть фестивальной программы. Я никогда не была в кинотеатре, но сегодня приехали к кинофестиваль и показали кинофильм «Тот еще Карлсон». Мне этот фильм очень понравился. Дети очень довольны. Я была в зале, только вышла. Они все смеются, они такое кино не все видели, потому что мы сейчас смотрим телевизор, компьютер. Вот еще бы почаще к нам приезжали, еще бы больше показали. Елена Гальперина, Татьяна Раевская, Сергей Адушкин. Республика. А национальное телевидение подвело итоги конкурса «Чувашия – моя республика». Все финалисты собрались в национальной библиотеке для вручения призов и подарков. Кто стал победителем, об этом далее. Три месяца, более 50 работ, 20 финалистов и 3 победителя. Таков итог конкурса в числах. В июле этого года национальное телевидение «Чувашия» объявило конкурс видеороликов. Принять участие в нем мог любой житель республики старше 12 лет. Сюжеты, документальные зарисовки, видеоклипы, театр теней, слайд-шоу. Каких только жанров не было среди конкурсных работ. Среди участников – школьники, студенты, пенсионеры и даже целые коллективы детских садов и творческих студий. Три месяца пользователи соцсетей и жюри в составе работников телеканала отбирали лучших. В финал вышли 20 работ, авторы которых собрались в национальной библиотеке, чтобы узнать имена победителей. Ими стали коллектив детского сада номер 158, которые рассказали о родной республике, показав театр теней. Все рождается планомерно и неожиданно. Будто и это было планомерно, рождение, показав театр теней, было, как сказать, всегда неожиданно. Есть режиссер, который снимает Наталья Валентиновна, есть Московой Центр, который ищет, есть начальник, который руководит. Большое спасибо, что это трудно. Ольга Осинкина, посвятившая свои фильмы «Чувашие бабушки». Это, конечно, очень громкие слова, но вообще просто дорога домой и дорога к бабушке, которая всегда нас ждет. Это такое сокровенное, сокровенное чувство, которое разликает и с которым хотелось поделиться. И Любовь Щукина, которая написала песню о Маргаушском районе и сняла на нее видеоклип. В интернете эту песню уже окрестили гимном района. Когда объявили конкурс «Чувашия моя республика», мне быстро пришли слова. Музыка идет с собой, пою сама. То есть полностью авторская исполнительная? Полностью автор сама. Слова, песни. Просто я быстро попросила оранжевщику, чтобы он мне сделал песню красивее. Работы финалистов и истории их создания вы сможете увидеть в программе «Чувашия моя республика» совсем скоро. Следите за эфиром. Оксана Очкасова, Андрей Спиридонов, Республика. Что нам стоит дом построить? Фирма «Регион Жилстрой» работает на строительном рынке. «Чувашии» более 25 лет. Ежегодно компания вводит в эксплуатацию тысячи квадратных метров комфортного жилья. С 1997 года «Регион Жилстрой» участвует в президентской программе строительства социального жилья. В последние годы строительная компания совместно с администрацией города Чебоксара активно реализует программу переселения граждан из аварийного жилья. В этом месяце сразу 12 чебоксарских семей получили квартиры в новом доме от застройщика. Репортаж о переселении смотрите далее. Я с вами прощаюсь. До завтра. Наша организация за счет собственных средств расселила из аварийного жилого дома по адресу Социалистическая 7 12 семей. Эти 12 семей получили 12 благоустроенных квартир в новом кирпичном доме с индивидуальным отоплением, с отделкой, оборудованной газовыми плитами, газовыми котлами, сантехникой, новой пластикой и окнами. Ирина и Александр мечтали о новой квартире более 10 лет. За это время родился старший сын Артем и младшая дочка Аня. Когда жить в старой квартире стало совсем невыносимо, пришло известие. Жители аварийного дома переселяют. Очень было сыро, холодно, плесень. Если ее убирали даже, обрабатывали плесень, стены, она все равно выходит, потому что бесполезно все было. Хочу похвалить регион Жилстрой за такую хорошую квартиру, благоустроенную. Индивидуальное отопление. В любой момент могу включить в себя отопление и прибавить настолько, сколько мне нужно. Вот сейчас надо все обустроить, всю квартиру нам. Занимаюсь балконом сейчас, пол в стилю. Ждем мебель, пока привезут. Очень приятные хлопоты. Соседи Сорокиных сверху тоже получили квартиру по программе переселения. Мать семейства Валентина Ваина очень переживала, что вместе со сменой квартиры могут пропасть квадратные метры. Как оказалось, напрасно. Площадь была 71 квадратный метр, сейчас 84,1. Все очень хорошо сделано. Ни к чему не придерешься. Каждый день только хожу по комнатам и восхищаюсь. Иногда просыпаюсь и утром смотрю на стены. Боже мой, где я? Куда попала? Потом сразу огляжусь и вижу, что новые квартиры, все замечательно, стены светлые. Переживать, что по соседству останется полуразрушенный дом, который может стать прибежищем для асоциальных элементов, жильцам многоквартирного дома не придется. Ответственность за снос дома также взяла на себя фирма «Регион Жилстрой». А через несколько месяцев на старом месте начнется строительство 16-этажного жилого дома. Фирма «Застройщик» уже разработала проект. Редактор субтитров А.Семкин